В Бирской школе номер один судебные приставы сдали комплексный зачет. В проверку на профпригодность вошли основные предметы специальной подготовки. Данная проверка плановая проводится два раза в год в сентябре и марте. Судебные приставы сдают зачет по основным предметам обучения. Это физическая, правовая и огневая подготовка, техника применения оружия. Те, кто лучше всего сдал нормативы, поощряются управлением. Всего проверку на профпригодность в Бирске прошли 28 специалистов. В районном Дворце культуры Мишкина прошел зональный этап Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения. На концерт прибыли участники художественной самодеятельности из Аскинского, Краидельского, Бирского, Бураевского, Благовещенского, Кушнаренковского и Нуримановского районов. В фойе работники библиотеки и Совет ветеранов организовали выставку «Время творить». Мастерство участников оценивало жюри в составе заслуженных артистов. Назифы Кадыровы, Рамиля Гайзулина, Рифа Габитова, Лидии Ивановой и Велины Горбенко. Результаты фестиваля огласят после зональных этапов. Лучшие примут участие в галоконцерте, посвященном Международному дню пожилых людей. Лед становится все тоньше. В Бураевском районе, чтобы не допустить несчастных случаев на воде, провели патрулирование излюбленных мест рыбаков и детей. В рейде участвовали юные пожарные, 26-й отряд Федеральной противопожарной службы по Башкирии, волонтеры и местное отделение Школы безопасности. Они рассказали жителям правила поведения во время паводка, как правильно пользоваться спасательными жилетами и надувными лодками, и что делать, если вы провалились под лед. В Бураевском районе отпразднуют Навруз. По традиции, 23-24 марта там пройдут праздничные ярмарки, концерт, развлекательные мероприятия. Праздник Навруз также встретят в деревне Мулино. В сельском клубе проведут веселые игры и концерты. Навруз – это первый день весны по исламскому календарю. Время процветания. Слово «Навруз» переводится как «Новый день». В Калтасинском районе живут обладательницы медали «Материнская слава». Лариса Валеева – домохозяйка, родилась и выросла в деревне Старо-Яшево. С мужем в родной деревне они построили дом. Старший сын Владимир окончил нефтекамский машиностроительный колледж. Старшая дочь Анжела выбрала профессию экономиста. Еще две дочки – Елена и Анна – школьницы. Самой младшей Софии пять лет. С детства своих детей они приучают к труду. Хозяйство большое – две коровы, овцы, свиньи, птица. Вторая мама – медалистка Гузали и Шкузина из деревни Малокачаково. С мужем Борисом построили дом, воспитывают пятерых детей. Старшая Яна учится в Бирске. Сын Максим в девятом классе, Владик в шестом. Дочка Екатерина в пятом. Младшая Алене четыре годика. Лучшего ученика 2019 года выбрали в Калтасах. Конкурс прошел в школе номер один. Выдвинули свои кандидатуры Калтасинские школы номер один и номер два, Краснохомская школа номер один и два, Бабаевская, Киебаковская, Кутюремская, Кельтеевская школы. За звание ученик 2019 боролись восемь конкурсантов. Умные, талантливые – всех их объединило стремление к знаниям. Для них подготовили непростые конкурсы и музыкально-театральный конкурс «Весь мир театр». Победила Ирина Быкова из Калтасинской школы номер один. Краидельский народный хор «Россияне» отметили десятилетний юбилей. Организовали коллектив «Активные и творческие пенсионеры». У хора большой репертуар и он имеет много наград. В составе коллектива поэтесса Наталья Галямова и композитор Фанзал Кудусов. Они написали для хора две песни. Краидельская «Сторонка» и «Годы мои». За вторую из них получили диплом республиканского фестиваля «Я люблю тебя жизнь». Концерт «Россиян» собрал в зале настоящих ценителей музыки. На сцену вышли и гости торжества. С поздравлениями выступил заместитель главы администрации Рамиль Валенуров. Он вручил коллективу почетную грамоту и подарочный денежный сертификат. А председатель собора русских Краидельского района Анатолий Крахалев подарил всем участникам деревянные ложки, свистульки и бубенцы. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова